Наш город накрыло снежной лавиной. Двор за двором засыпает снегом с крыш. Падает на головы жильцам, но больше на оставленные у стен машины. Автовладельцы бегут с жалобами в управляющей компании. Но если про крыши коммунальщики еще готовы слушать, то про козырьки балконов нет. Так кто же все-таки должен нести ответственность за сохранность здоровья и имущества? Ответ искала Юлия Анашкина. Весь салон почти был в снегу. Колесо рулевое загнуло и панель в нескольких местах треснула и скрепление отошло. Сколько ему придется потратить на ремонт, Константин даже прикидывать боится. Крыша помята, лобовое стекло разбито, салон испорчен. Снегом прилетело, жалуется хозяин. Оставил автомобиль и буквально часов в 12 ко мне постучался сосед и сказал выйти и посмотри, что случилось. Я вышел и наблюдал такую картину, что получается с козырька балкона пятого этажа на мою машину упал снег. Такая же угроза нависла над сотнями екатеринбуржцев. Из-за резкого потепления, которое пришло на смену обильным снегопадам, с крыш начали сходить лавины. Почему это стало для них головной болью, жители не понимают. Говорят, управдомом давно пора бы разгрести проблему. Я боюсь на улицу выходить. У меня балкон с той стороны постоянно, знаете, вот прям грохот. А понять не могу, откуда он. То есть, видимо, падает, а у меня балкон, как бы, вот крыша-то подальше, и вот на крышу, видимо, падает снег. Я вообще недовольна нашим ЖКХ. Однако, по словам коммунальщиков, они свое дело делают. Крыши от снега очищают, а вот козырьки балконов и подъездов не их территория. За их состоянием должны следить сами жители. Предписание отдается всегда жильцам, которые живут на пятых этажах, необходимо выщищать из снега. Потому что, сами знаете, что снег – это опасность большая, тут надо убирать. Кое-кто из горожан так и сделал. Картина, от которой сердце в пятки уходит. На Амунсена замечен храбрец, который без всякой страховки сбрасывал снег с козырьков на девятом этаже. Хотя взять под козырек, по мнению юристов, здесь как раз таки должны были коммунальщики. За данную ситуацию и очищение снега на балконах и на крышах домов ответственной является управляющая компания. Потому что это их обязанность предотвращать данные падения и убирать вовремя, своевременно и, безусловно, предупреждать жильцов об этом. Из-за недоработки управленцев, похоже, пострадал и Константин. Он припарковался слишком близко к дому, не ожидая такого удара судьбы. На доме, рядом с которым Константин припарковал свою машину, можно увидеть табличку. На ней просьба к водителям не оставлять здесь свои авто из-за схода снега. Правда, появилась она здесь лишь спустя несколько часов после ЧП. Кивая на предупреждение, рабочие утверждают – водитель сам виноват. Однако, по словам юристов, нет такого закона, где было бы прописано, на каком расстоянии от дома автомобилисты должны ставить машины. Поэтому горожанам, пострадавшим от снежных глыб и сосулек, советуют через техническую экспертизу ехать прямиком в прокуратуру и суд. Юлия Анашкина, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.